Здравствуйте! С вами новости моего дома и я Екатерина Ларичева. Поговорим о том, что важно и нужно знать. Правильно отдохнуть, когда важно не количество, а качество. Можно ли восстановить силы, проведя день на диване у телевизора? Активный отдых всегда дорогой. Ищем скидки, акции и лайфхаки. Выходные всегда пролетают незаметно. Не успеешь расслабиться и отдохнуть, а уже снова на работу. И неудивительно, что к концу недели мы чувствуем себя разбито. Так может, надо просто научиться отдыхать правильно? Отдыхать можно по-разному – физически, эмоционально или интеллектуально. На физическом уровне наше тело легко адаптируется к нагрузкам. И если человек постоянно отдыхает лежа на диване, то и все процессы в организме подстраиваются под этот режим. Естественно, что после такого отдыха человек встает и ему ничего не хочется сделать. А приступая к работе, он испытывает напряжение и стресс. Поэтому тело должно отдыхать активно. Обязательно давайте себе спортивную нагрузку – прогулки, купания, занятия физкультурой или растяжка. А после не забудьте, как следует восстановиться. Здесь вам поможет соблюдение питьевого режима и достаточное количество сна. Давайте вместе разбираться, когда правильно ложиться спать. Первое, что нужно сказать – наши биологические ритмы работают по-прежнему, как у древних людей. И никакие нанотехнологии это не изменит. Наши далекие предки ложились спать на закате, просыпались с рассвета. Они не сидели в телефоне перед сном, не засыпали под гремящий телевизор и ночник. Поэтому для полноценного сна мы ложимся спать не позднее 10-11 часов вечера. Возможно, это вас возмутит. Но, поверьте, очень обрадует вашу гормональную систему. Например, с 11 до часа ночи происходит восстановление надпочечников. С 10 часов вечера и до 3 часов ночи вырабатывается лучший друг каждого человека – мелатонин. Он регулирует нашу иммунную систему и возрождает ткани и органы. Это все относится к физическому отдыху. Далее поговорим про эмоциональный. Когда человек выполняет нелюбимую работу или постоянно о чем-то беспокоится, находится в тревоге, у него может возникнуть эмоциональное выгорание. Выход только один – уметь перезагружаться. Лучшим инструментом для этого послужит медитация. Медитировать – значит находиться в настоящем моменте, отключив все мысли. 10 минут будет вполне достаточно, чтобы эмоционально расслабиться и отдохнуть. А главное – помните, что качественный отдых – залог долгой и счастливой жизни, а также бесценный вклад в ваше здоровье. Если вы сторонник активного отдыха, а не домашних посиделок перед телевизором, тогда эта информация будет вам полезна. Давайте выясним, как бюджетно провести активные выходные и где прячутся скидки. У большинства людей есть потребность отлечься от повседневной работы, отложить на время все дела, расслабиться и ничего не делать. Побыть в том волшебном времени, когда не нужно ничего обдумывать и решать проблемы. Плюс пассивного отдыха в отсутствии умственной деятельности и физической активности. Таким образом, вся мышечная система максимально расслабляется. В таком состоянии отдыхает не только тело, но и нервная система. В этом смысле пассивный отдых является профилактикой стрессов и переутомления. Виды пассивного отдыха различны. Это лежание на пляже у моря или на диване у телевизора, чтение книг, просмотр любимого сериала или фильма, а также посещение СПА-процедур. Если такой отдых совместить с уединением, то получится идеальный вариант. Особенно для тех, чья работа тесно связана с большим количеством людей. Пассивно провести время полезно и в случаях физического переутомления. А чтение книг или настольные игры помогут перезагрузить мозг. Самый лучший вариант пассивного отдыха – баня и массаж. Они дарят полное расслабление и быстро восстанавливают силы. Медитации, чаепитие со сладостями, занятие творчеством или прием теплой ванны также относят к пассивному времяпровождению. Но при всех плюсах минимальный расход энергии не всегда полезен. Если пассивный отдых вытянуть на долгое время, после него очень трудно войти в привычный рабочий ритм. Концентрация теряется, замедляется процесс реакции, набирается лишний вес. Более того, энергия, накопленная за время пассивного отдыха, переходит в агрессию, которая в случае нуждается в выборе. Идеальное решение – это сочетание и чердование разных видов отдыха, как активного, так и пассивного. Кто-то предпочитает проводить время активно, а кто-то любит выходные заниматься ничего не деланием. Активисты недооценивают пассивный отдых и считают его абсолютно бесполезным делом. Но так ли это на самом деле? Активному отдыху противопоставляют необремененные физической нагрузкой пассивное проведение времени. Оно заключается в чтении книг, просмотре фильмов, занятии творчеством, рисовании, лепке, рукоделии. Эти виды досуга должны чередоваться, поскольку организму не одинаково необходимы нагрузка и релакс. Однако преимущество остается на стороне физической активности, которая развивает выносливость, тонизирует и дает возможность получить новые впечатления. К активным видам отдыха относят спортивно-оздоровительные поездки, йога и фитнес-туры, экскурсии, посещение музеев и национальных парков, охота, ловля рыбы, походы, альпинизм. Туризм считается частью активного отдыха, который полезен в любом возрасте. Индустрия путешествий основана на спортивной физической составляющей. Она делится на много видов – конной, мотоциклетной, водной, лыжной, пешеходной и другие. На выбор занятия влияют климатические условия, время года, уровень физической подготовки, личные интересы и доход. Бюджетным вариантом активного отдыха можно отнести любые виды, не предусматривающие использование дорогостоящей техники, оборудования и спецодежды. Даже простые игры с собакой на природе являются разновидностью активного отдыха. Для того, чтобы существенно сэкономить на активных видах отдыха, необходимо заранее спланировать и выбрать тематику. Это позволит избежать повышения цен из-за спроса и облегчит поиск купонов со скидками, разновидность которых широко представлена на просторах интернета. Не забывайте и о том, что простой бег, катание на велосипедах в парке и скандинавская ходьба – это отличный вариант для того, чтобы провести ваши выходные активно. Сейчас мы узнаем о самых интересных и важных событиях, которые происходят в мире. А после я расскажу, где разместить рекламу, чтобы ее увидел каждый. И для чего в Челябинске открывают третьяковку. Выездные пункты вакцинации от COVID-19 в московском фудмоле, депо и театре «Геликон-Опера» начали свою работу. Гражданин Испании Хавер Калас, пришедший на выездной пункт, рассказал, что решил привиться в российской вакцины «Спутник Ви», так как считает, что все вакцины похожи и необходимо срочно действовать, чтобы остановить пандемию. Всего с 20 января в Москве заработали 6 выездных пунктов вакцинации против коронавируса. Фотограф Роман Филиппов устроил своему другу, дворнику из Уфы, Юрию Витлугину, фотосессию в стиле глянцевого журнала для мужчин GQ. Необычная фотосессия помогла собрать средства в соцсетях и закрыть кредиты Юрия, который обманным путем вынудил взять его знакомый. Юрию 42 года, но у него третья группа инвалидности, связанная с нарушением ментального развития. После закрытия всех долгов он планирует и дальше работать дворником, несмотря на поступающие предложения продолжить сниматься в рекламе. Журналист из Белгорода Александр Сашнев бросился на помощь провалившейся под лед собаке, когда снимал телесюжет про подсчет зимующих уток. Во время съемок сюжета к журналисту и его оператору подбежал мальчик и указал место, где тонуло собака. Сашнев сразу бросился на помощь, разделся, нырнул в воду и вытащил утопающего. Животное он отнес в автомобиль мужчины, который находился рядом с местом происшествия. Сегодня журналист занимается поисками спасенной им собаки, которая осталась в машине незнакомца. «У меня есть кот, его зовут Тимон, я бы забрал к себе собаку и назвал ее Пумбой. Прям такой хэппи-энд», – заявил спасатель собаки. Тестовый образец куртки, при изготовлении которой была использована технология нагревания на основе функциональных чернил с наночастицами, представили в Санкт-Петербурге. Планируется, что самонагревающаяся куртка будет очень востребована путешественниками и людьми, которые работают в условиях низких температур. В качестве источника питания в куртке можно использовать батарейки, аккумуляторы или пауэрбанк с емкостью в 20 тысяч миллиампер часов. Это позволит производить постоянное нагревание в течение 12 часов. Запустить технологию в серийное производство планируют уже в следующем году. Парк Краснодар завораживает живописностью и яркостью огней в темное время суток в зимний период. На территории парка по улице разведчика Леонова расположены площадки для скейтбординга и баскетбола, скалодром, веревочный парк, различные арт-объекты и современный футбольный стадион «Красавец». Парк площадью почти в 23 гектара, построенный в 2017 году на средства предпринимателя Сергея Галицкого, стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей Краснодара. Зебра, родившаяся во время шторма Филомена в биопарке Валенсии, была названа в честь метели. Буря принесла в Мадрид самый сильный за последние 50 лет снегопад. Из-за низких температур смотрители парка решили держать новорожденную и ее маму в приюте до тех пор, пока они не будут уверены, что животные достаточно здоровы. В настоящее время Филомена чувствует себя прекрасно и пасется в вольере вместе со своей матерью, немецкой зеброй по имени Нина, и ее отцом, французской зеброй по имени Занде. Чтобы люди узнали о вас и вашем деле, нужна эффективная реклама, такая, которую увидят все. Поверьте, с новым городским экраном 360 градусов вы не останетесь незамеченным. В Челябинске установили первый в городе четырехсторонний экран для рекламных роликов. Он появился на пересечении улиц Блюхера и Дарвина. Видео на таком экране транслируется не только на лицевой и задней сторонах, но и на узких гранях конструкции. Благодаря этому можно реализовать весьма необычные решения. Например, текст может идти по кругу, как бы окольцовывая конструкцию, плавно перетекая с одной грани на другую. Установкой экрана занималась компания «Амиго-Медиа». Экран хорошо виден как на въезде, так и на выезде из города. Кроме того, хочется напомнить, что на этом промежутке дороги постоянные запоры и пробки. А значит, экран увидят еще больше людей. Представители фирмы подчеркивают, что помимо экрана 360 градусов, в их распоряжении есть еще 22 экрана на самых оживленных участках Челябинска. Варианты размещения роликов, технические характеристики и другие подробности можно уточнить на сайте компании. Интересно, появится ли на таких экранах вновь признание в любви и предложение руки и сердца? Думаю, будет очень красиво. Для того, чтобы попасть в Третьяковку, южноуральцам больше не потребуется летать в Москву. Давайте узнаем, чем будет отличаться наша от столичной и для каких целей ее открывают. Челябинский государственный университет откроет коворкинг «Третьяковка». На площадке будут проводить бесплатные мастер-классы и лектории для студентов и школьников по художественным, музыкальным, танцевальным и театральному направлениям. На создание молодежного пространства направлено порядка 4 миллионов рублей. При этом два из них выделил фонд президентских грантов. Коворкинг будет доступен для всех, кто хочет развиваться в творчестве, получать полезные навыки, обмениваться опытом находить единомышленников. Это место станет точкой притяжения молодежи региона, что будет способствовать погружению в мир творчества, послужит мотивации к развитию и приведет к росту творческого потенциала в Челябинской области. Третьяковка откроется по адресу улица Орженикидзе, 50. В этом здании работает кванториум. Также в Челгу сообщают, что в марте этого года на площадке коворкинга стартует культурно-образовательный интенсив. Все желающие смогут посетить новое пространство совершенно бесплатно в течение всей недели при соблюдении всех противоэпидемиологических норм. В следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации. Также приглашаем вас стать соавторами наших сюжетов. Предлагайте темы, пишите свои комментарии. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Пока! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин